Я хотел начать с того, что вы уже молодцы, потому что то, что вы здесь, говорит о нескольких вещах. Во-первых, что вы успешны и заинтересованы своим будущим. Это очень важно. И это очень сильно отделяет одних людей от других. Поэтому надеюсь, что все вы с пользой проведете сегодняшний день. А мы постарались сделать, что для вас интересно. Тема, о которой мы будем говорить, о которой говорил Макс, это «Ты, БАК и цифровая революция». Поэтому мы расскажем вам о контексте, в котором мы сегодня с вами живем, о том, какое место в этом контексте нужно и можно искать для себя, и почему, собственно, БАК. Вот об этом будет моя часть. У нас есть вопросы. Макс сказал, как их задавать. Поэтому не стесняйтесь. Сегодняшний день ваш, поэтому постарайтесь максимально пользуясь для себя с этого дня извлечь. Знакомый Делориан. И Делориан в 1985 году говорил о чем? Будущее ближе, чем нам кажется. Поэтому то, о чем мы будем говорить сегодня, это не фантастика завтрашнего дня, это то, что происходит уже вчера. И поэтому мы с вами уже немножко опаздываем. Для того, чтобы понять, как не опоздать или как минимизировать это опоздание, опять же, мы сегодня будем вам рассказывать. Но Делориан и я буду возвращаться. Мне сказали, что здесь есть студенты и физтеха, и ВНК. Для них этот график должен быть известен. И что это? Это закон Мура. Закон Мура был придуман не вчера. И говорит о том, что, точно он звучит, что количество транзисторов на кристалле интегральной схемы удваивается каждые 24 месяца. Но если говорить простыми словами, этот закон говорит о том, что мощность вычислительных устройств удваивается каждые 24 месяца. Мир вокруг нас усложняется. И давно уже никто не помнит, что такое перфокаты, давно уже никто не пользуется транзисторами. Мы все привыкли к тому, что флешка более мощная, чем компьютер 15 лет назад. Тем не менее, мир через 24 месяца будет в два раза более мощным, чем он есть сейчас. И это та следа, в которой всем нам приходится жить. И это хорошо, потому что это открывает большое количество возможностей. Я хочу привести вам пример двух компаний. Первая компания – Кодек, которая в 1996 году была абсолютным монополистом рынка. Кодек – это компания, которая производила эту пленку, которой практически пользовались все. И компания имела капитализацию порядка 30 миллиардов долларов и порядка 140-150 тысяч сотрудников по всему миру. Монополист – очень крупная компания. Что происходит дальше? А дальше наступает интересный момент, когда начинает появляться цифровая фотография. На этом моменте компания Кодек говорит, люди все равно будут продолжать пользоваться бумажными фотографиями. Цифры существуют для программистов, цифры существуют для разработчиков, но это не то, что придет в каждый дом. И получается так, что компания Кодек пропускает момент, когда, с одной стороны, появляется большое количество производителей, которые позволяют изготовлять устройства цифровых фотографий, а с другой стороны пропускает момент, когда все потребители, мы с вами, перестают печатать цифровые фотографии и начинают использовать для этого другие приспособления. И происходит такая вещь, что компания практически полностью исчезает. Мало того, что она теряет свои преимущества на рынке, но фактически она упадет с рынка. На момент продажи компании ее катализация падает с 28 миллиардов до 100 миллионов и количество сотрудников со 40 до 20 тысяч человек. То есть фактически на компании перестает существовать. Другой пример. Компания Инстаграм. Ну, я, наверное, даже сейчас попрошу поднять, у кого есть аккаунт в Инстаграме. Компания Инстаграм возникает как стартап в 2010 году. Стартап, в котором, если я правильно помню, три человека работают. Через два года Инстаграм продается Фейсбуку по цене миллиардов долларов, имея в своем составе 13 человек. Это пример компании современного типа. Стартап, который возникает как бы из ничего, имеет очень быстрый период развития и очень дорого продается. Это цель любого стартапа. И он отражает вот эту модель современного бизнеса, в котором мы с вами живем. Компании не нужно иметь 150-летнюю историю. Компании не нужно иметь 150 тысяч сотрудников в штате, чтобы быть успешным. Достаточно 13 человек и креативная, удачно воплощенная идея в жизни. И в дальнейшем мы с вами посмотрим, как это реализуется на практике, на примере других компаний. Если говорить в очень общем виде, то есть три тренда, которые я вижу сейчас есть на рынке, которые будут влиять на трудоустройство выпускников, молодых специалистов в перспективе ближайших 5-10 лет. Это искусственный интеллект, это биотехнологии и это платформенный бизнес. И я сейчас расскажу пару слов по поводу каждого. Макс начал разговор с Сирией. Я, в общем, готовясь к этой презентации, спросил Сирии, какие профессии будут наиболее востребованы выпускниками. Сирия меня понял, он как-то понял наполовину. То есть, во-первых, он коряво спомнировал вопрос, вот видите на экране. Но с другой стороны три ответа были близки к истине. Что-то можно из этого унести. Но сказать, что искусственный интеллект Сирии полностью отражает реальность, невозможно. Но пройдет 2-3 года, и Сирии можно будет вести вполне осмысленный диалог на абстрактные темы. То, чего сейчас Сирии еще не ведет. Сирия очень хороший пример водового использования искусственного интеллекта. Что же говорить о ситуациях и технологиях более мощных, когда Сирия будет заниматься не просто простым ответом на вопросы, но будет уже вести вполне, как я сказал, осмысленный диалог. И есть технологии уже сейчас, которые позволяют Сирии это делать. С правой стороны фотография компьютера IBM Watson на нынешний момент это самый высокопроизводительный компьютер в мире. Компьютер, который, алгоритмы которого позволяют вести абстрактные обсуждения. И, собственно, компания IBM делает ставку на эти технологии. Я уверен в том, что, в общем, появятся через очень короткий отрезок времени технологии компьютер, сопоставимые с Watson, а через два года, как мы помним, улучшат его в два раза. Вы можете сказать, почему это важно для нас. Я взял в качестве примера предвыборную речь Трампа и посмотрел на то, как IBM Watson анализировал разговор, диалог, предвыборную речь Трампа на том моменте, когда он, собственно, участвовал в избирательной компании. Искусственный интеллект проводит вполне, на мой взгляд, корректный анализ, из которого можно получить представление об этом человеке. Другой вопрос, насколько он правильный или неправильный, но он выдает сходку по человеку. Почему я говорю об этом примере? Да потому что сейчас многие компании задумываются о том, чтобы анализировать профиль соискателей, то есть тех, кто ищет работу, через ваши публикации в социальных сетях, они у вас есть, через ваш профиль в открытых источниках, а он у вас есть, вы участвуете в социальных сетях, у вас есть присутствие в Фейсбуке, ВКонтакте, и генерировать ваш портрет, который потом поступает к родному предательству. Часто доходит до анекдотичных ситуаций, которые я сейчас не буду рассказывать из-за недостатка времени, но, по сути, можно видеть очень разные ипостаси выпускников, поэтому просьба к вам, вы, когда что-то размещаете в соцсетях, вы задаете себе вопрос «А то ли это, что я хочу, чтобы вам обо мне знали все?» А технологии такие, что позволяют очень много выдастся из этих социальных сетей. Тем не менее, если смотреть на это с позитивной точки зрения, то это действительно очень большой, хороший объем информации, который создает такой правильный объем тем людям, с которыми мы встречаемся на интервью и беседуем лицо к лицу. Поэтому это немножко про искусственный интеллект. Я задам вам еще один вопрос. Есть ли кто-то, кто знает, что это за компания? Раз, два, три, четыре. Четыре человека. Об этой компании можно говорить очень много. Но суть ее заключается в том, что она начала коммерческим образом использовать биотехнологии. Эта компания, американская компания, которая делает генетический тест. Она анализирует на основе образцов ДНК, какими заболеваниями генетическими человек заболеет в течение следующих пяти лет. Это технология, которая с точки зрения подбора персонала в России не используется, но используется в штабах. И есть компании, которые требуют от соискателей ваканских должностей сдавать анализ ДНК и предоставлять эти данные компании работодателю. Эта технология очень погранична с точки зрения лексики. И поэтому не факт, что она широко войдет в коммерческий оборот между соискателями и работодателями, но факт этого и есть. Если есть факт, значит, есть у вас вероятность того, что технологии, биотехнологии проникают даже в область этого устройства. Есть люди, которые знают, что такое компания Айнфайнэншн. Раз, один, или два. Айнфайнэншн – это самый крупный в мире финтек компания. Это компания, которая по капитализации близка к 100 миллиардам долларов и по капитализации больше компании фунтенсайс. Это компания, которая возникла фактически я не хочу сказать ничего, но очень бурно, очень быстро и возникла на базе компании Алибабар тайского репейдера. И интересно нам тем, что она отражает возможную модель того, как будут лучше, чем представлены финансовые компании в Кручатой Банке. То есть это компания, которая не является банком сама по себе, но является так называемым платформенным бизнесом, о котором вы сегодня услышите от одного из моих коллег. Поэтому я хотел бы просто обратить ваше внимание на эту компанию, если вы ее не знаете, погуглите, изучите ее потом и послушайте, о чем будет сегодня рассказывать мой коллега Ханас. Он будет касаться платформенного бизнеса. Платформенный бизнес интересен нам с точки зрения банка и с точки зрения всех присутствующих здесь, потому что это та эффективная модель, к которой идет очень много компаний в области IT и в области банка. Вот это контекст, и почему этот контекст важен, скажу пару слов, потому что это важно для вас в начале своей карьеры. Вот в этом сложном мире, когда не очень понятно, что будет послезавтра, что будет через два года, когда кто-то, кто из вас учится, закончить учебу, какие будут компании, какие будут индустрии, какие навыки будут востребованы. Можно с уверенностью сказать, что навык, который будет востребован, это умение ориентироваться в нестандартных ситуациях. Те навыки, которые вы, знания, которые вы уничтите сегодня, может быть неприменимы завтра. Могут быть неприменимы завтра. Но то, что точно будет применимо завтра, это ваше умение принимать решения в нестандартных ситуациях. это то, что будет цениться любым работодателем. Это то, что поможет вам в жизни. Второй момент, и это самая правая картинка, это момент постоянного обучения. Кто-то из вас думает, что я сейчас закончу институт, и все, счастье, учение закончится, все. Это не наступит никогда. Для того, для кого это наступит, на этом моменте заканчивается ваше развитие и вашу профессиональную жизнь. Если вы хотите развития, то обучение будет постоянным. Стандартные операции будут замещены расстатизированными решениями. И мне очень нравится цитата вот этого товарища из Гавада, который сказал, что если раньше мысли категориями, что у вас в Корее будет шесть компаний и нужностей, которые вы смените, то сейчас это скорее опыты, которые будут у вас действовать. если говорить про банк, то банки, как раз отражая эту модель динамики, будут интересны, потому что банки будут трансформироваться в такие цифровые платформы в платформе на бизнесе. И на что я бы рекомендовал обращать внимание. с первой точки зрения это ценность. То есть какая ценностная среда, которая существует в этой компании? Близка она вам или не близка? Второе, связанное с первой, это какая рабочая среда? Вписывается она в вашу систему ценностей? Нравится вам эта рабочая среда либо нет? И третье, наличие моментов обучения и развития. Есть они или нет? И, конечно, если усложнять эту парадигму восприятия, то является ли эта компания международной? То есть имеет она возможность развития вне конкретной страны? Является ли бизнес этой компанией универсальной? Если говорить про райфайзинг, райфайзинг универсальная компания, что это такое? У нас есть розничное подразделение, у нас есть подразделение IP, у нас есть корпоративный бизнес и так далее. То есть это не простая модель, это сложная модель. Ну и, собственно, фактор успеха. Успех – это то, насколько компания удачна и успешна на рынке. И это очень приятный и такой драйвовый фактор, потому что, конечно, успешная компания работает всегда очень здорово. Поэтому на этом, собственно говоря, это был последний слайд. я бы совершенно не хотел как бы, знаете, говорить, вот это правильно и вот это неправильно. Но есть вещи, в которые я верю. И это как раз то, во что я верю сам в своей карьере. И то, что мне кажется очень правильно помнить. во-первых, это важно получать удовольствие от того, что вы делаете. Это очень хороший сигнал. Если у вас пропадает удовольствие, смело меняйте компанию. Второе – смотрите на то, дает ли компания возможность учиться. Третье – никогда не надо говорить «я буду терпеть, а завтра будет хорошо». Вот если это системная проблема и вы видите, что она не решается, то терпеть не нужно. Если есть одномоментная сложность, это другая ситуация. Если есть системная проблема, то терпеть не нужно. Ну и последнее, конечно, нужно задавать себе вопрос «А что я хочу добиться в жизни? Какая карьера мне интересна?» Поэтому на этом я хотел бы закончить свою часть. И Макс, наверное, скажет, если кому-нибудь будут вопросы. Конечно, вопросы есть. Вы так много говорили про законную генетику, что люди забыли, что и чат-директор и приняты за футурологами. Поэтому очень много вопросов про будущие технологии, но все-таки есть вопросы и про и чат. Вот, например, Алексей Хайдин. Есть ли он здесь? Ну, даже если Алексей есть, вот, ездит, там же все эти прожекторы, забавляем. Мы его увидим. Сейчас мы просим у него такой штукой. Надо в штампы не попасть. Оп! Вот в нее прям надо говорить, а потом передать к следующему. Что приоритетно при принятии на работу? Живое, глядя, активное умы и просто, либо высшее образование преследное? Ну, смотрите, высшее образование, как и какое, имеет значение только в контексте. То есть, если у вас, кроме высшего образования, вы не можете сформулировать свою мысль, не умеете общаться, не умеете донести свою мысль, не демонстрируете свои лучшие качества, то высшее образование по сути остается посильнее. Высшее образование дает возможность получить кругозовый. И хорошее образование, оно дает возможность расширить ваш кругозовый. Понятно, что интервью это ситуация, когда у вас есть час времени на то, чтобы ответить на вопросы и задать такие вопросы. Понятно, что за час интервью трудно узнать о вас все и не нужно. Интервью задать свои вопросы. Для меня важно две вещи. Первая вещь, насколько человек, отвечающий на вопросы, понимает их и дает ответ на этот вопрос, связанный с этим, насколько этот ответ мне кажется интересным. Но здесь есть еще один вопрос. Насколько у вас есть вопросы? И часто задавая вопрос кандидату, а если у вас вопросы ко мне, ты понимаешь, что на этом этапе человек даже не способен сформулировать свой вопрос. Влияет ли высшее образование на это или нет, я не знаю, может быть и нет. Но на мой взгляд ценность образования представить в том, чтобы расширить кругозовый. И конечно в том, чтобы дать прикладные навыки, если вы ищите работу по специальности своей. Ответом ваш вопрос. Спасибо. Следующий вопрос у нас от Глеба Дыкина. Есть ли он здесь? Леб? Вредите себя. А, вот. Попробуем туда докинуть. Вопрос про текучесть кадров в вашем банке. То есть на сайте банкеру было написано то, что в ваш банк приходит очень много людей и мало упаляется. На некоторых банках пишется то, что текучесть кадров очень большая. Какие возможности просто люди находят в банк? Текучесть кадров это средняя температура в больнице. Поэтому я вообще об этом много могу говорить, но она сама в себе ничего не говорит, не скажем. Есть средние цифры, конечно. Есть подразделения, в которых текучесть высока, есть подразделения, в которых текучесть вообще никакой нет. Есть текучка, когда уходят сами сотрудники, есть текучка, когда сотрудников уходит компания. И это нормальный процесс. Мне кажется, что важно иметь диалог между компанией и сотрудниками, потому что в том числе мы стремимся к тому, чтобы сотрудники хорошо себя чувствовали. И я знаю ситуации, когда мы обсуждаем карьеру человека и приходим к пониманию, что на момент времени банк не самое для него или для нее лучшее место работы. И это вполне художественный разговор. Здесь важно иметь нацеленность на уважительный диалог. И поэтому он двусторонний. Иногда мы приходим к сотруднику, иногда сотрудник приходит к нам и обсуждают такие ситуации. Поэтому я бы все-таки сказал, что здесь важно смотреть на во-первых, если ваш вопрос конкретно связан с каким подразделением, как в каком подразделении они различаются. Подточнись тогда, если я вижу, что у вас не конкретных подразделения, а в общем какие возможности люди находят в уас банк, потому что они не так часто то, чем другие банки. Какие возможно для денег и финансий на к этому банки? Давайте я скажу так, чтобы не использовать все время. ваш вопрос хороший. Какие возможности люди находят в банке? Во-первых, в силу того, что мы универсальные банки, у нас есть розницу, у нас есть корпоративный бизнес, у нас есть Альби, у нас есть возможность горизонтальных привлечения внутри банка. Интересно будет такой же вопрос и адресовать потом нашему специальному управлению, который будет уступать позже, в который банкер работает 20 лет. Интересно спросить, какие возможности он находил для себя. А видимо, он находил раз в 20 лет работой. Но такие горизонтальные привлечения очень важные вещи, потому что они дают попробовать себя в очень разных подразделениях. Это первое вещь. Вторая возможность это вертикальный рост. Когда вы приходите на стартную позицию и дальше в банке растете по карьерной лестнице, по профессиональной лестнице и так далее. Третий разрез это географическое. Вы можете поработать в Москве, вы можете переехать в регионы, вы можете начать работать в регионы, переехать в Москве, вы можете уехать из России, работать в другой стране. И это, наверное, наиболее типичные возможности для сотрудников. И мы о них рассказываем и пропагандируем. У всех разные ситуации. Кто-то хочет уезжать из своего города, кто-то хочет переехать, поэтому у всех очень разные ситуации. Спасибо вам за вопрос. Он очень такой жизненный. У нас закончил все время этот вопрос. К сожалению, давайте поблагодарим Владимира за выступление. Спасибо вам.